Осталось совсем немного, и этот год подойдет к концу. Тигр, покровитель 22-го года, уступит трон черному водяному кролику, следующему за полосатым хищником. Хоть китайский Новый год еще через только два месяца, мы все равно с радостью ожидаем наступающий год. Надеюсь, что он принесет нам мир, гармонию и благополучие. Какие же стили оформления остаются на пике популярности в этом сезоне, а также какую цветовую гамму стоит выбрать для украшения? Прежде чем погрузиться в мир ярких красок, давайте вспомним, каким является будущий владыка года. Этот зверек обладает не только милой внешностью, но и спокойным характером. Конечно, всем узнаем, что этот пушистик считается настоящим семьянином. Большую часть жизни он проводит в заботе о своих близких, стараясь, чтобы всем, кто его окружает, было тепло и хорошо. Но в то же время слабохарактерным длинноухого зверька тоже невозможно назвать. В нужные минуты кролик всегда может постоять за себя, демонстрируя свой сильный и волевой нрав. Встречать предстоящий год астрологи рекомендуют в тихой и уютной семейной обстановке. Что касается цветов нового года, то, как утверждают те же астрологи, длинноухому пушистику понравится красный, синий, фиолетовый и розовый цвет. К слову, вовсе не обязательно выбирать только один из них. Можно удачно скомбинировать сразу несколько актуальных оттенков, получив в результате по-настоящему оригинальный и эффектный декор. Начнем, пожалуй, с красного. Именно он считается классическим вариантом для рождественского оформления. Для многих из нас красный – это символ торжества. Он привлекает внимание, дарит праздничное настроение и заряжает энергией. У большинства людей красный ассоциируется с любовью и страстью, а это точно понравится семьянину кролику. Следующий на очереди – благородный синий или голубой. Это оттенок спокойствия и умиротворения. И не стоит забывать, что владыкой следующего года будет именно водяной кролик. Поэтому, решив подобрать какой-либо оттенок синего, вы точно не прогадаете. Яркий фиолетовый у многих из нас ассоциируется с волшебством и сказкой. Этот оттенок привносит в оформление роскошь и элегантность. А еще – легкую загадочную нотку, особенно в сочетании с блестящими элементами. Фиолетовый наравне с красным многие называют королевским. Оформить елку в таком оттенке – значит продемонстрировать свой безупречный вкус. Теперь розовый. Это очень нежный и романтичный оттенок, который однозначно понравится кролику. У многих он ассоциируется с любовью и заботой. Поэтому такое оформление будет особенно актуально в том случае, если вы планируете отметить Новый год в уютной семейной обстановке, в окружении родных и близких. Впрочем, помимо этого можно добавить уже ставшие привычными золотистые и серебристые тона. Они сделают наряд елки более торжественным, подчеркнут его эффектность и элегантность. Весьма достойно будут смотреться натуральные оттенки, например, зеленый и терракотовый. А если вы хотите получить по-настоящему дерзкий экстравагантный декор, то смело используйте в качестве основного цвета черный. Этот стильный и глубокий оттенок тоже понравится кролику. Ведь в 2023 году он будет черный водяной.